В Белгороднестровском районе презентовали новый туристический маршрут «Античная Тира». Основная локация – Акерманская крепость в Белгороднестровском районе. Туристам и гостям города расскажут о том, что происходило на этой территории 2000 лет назад. Все подробности нового античного маршрута узнавала Екатерина Банкова. Ей слово. Экскурсия по Белгороднестровской крепости – это не только знакомство с архитектурой. Здесь для туристов устраивают настоящее погружение в эпоху Средневековья. Здесь все действия заставляют почувствовать себя в том времени. Ребята занимаются княжеством Дорогобуш, XIII век, Русь. Вторая часть клуба занимается землями Южной Германии, Северной Италии, конца XIV-XV век. И вот ребята, которые тоже принимали в шоу из Полтавы участие, они занимаются Италией уже позднего XV века. Кроме созерцания средневековых рыцарских сражений, в крепости предлагают расслабиться под стилизованный танец-перформанс, сварить собственноручно мыло, сфотографироваться в доспехах и даже заняться производством древних денег. В Белгороднестровской крепости туристам дают возможность отчеканить монету «Древние тиры» – города, на котором и построена средневековая крепость. В день открытия туристического сезона в Белгороднестровском презентовали новый маршрут «Античная тира». Авторы проекта обещают, теперь всем известную керманскую крепость посетители смогут узнать заново, как Древнегреческий полис. Это город греческий, который здесь существовал начиная с конца VI века до н.э. и по IV век н.э. Около тысячи лет истории, которая была несправедливо забыта до недавнего времени. Мы хотим восстановить справедливость и презентовать для широкой общественности, туристов со всего мира, нашего региона и нашего города, новый маршрут кольцевой по античному городу. Маршрут поможет изучить историю тиры, особенности градостроения, систему оборонительных сооружений и быт жителей этого античного города. Работы по визуализации эпохи еще ведутся. Полноценно провести туристов по античному маршруту обещают только к середине сезона. Все это время ученые будут продолжать открывать новые страницы о керманской истории. Ориентируется в Белгороднестровском не только на украинских туристов, но и на иностранных гостей. Наш город мы постоянно презентуем туристическим операторам, не только европейским, не только это страны бывшего СНГ. В этом году у нас были туроператоры целой делегации из Израиля, туроператоры из Беларуси, туроператоры из Польши, туроператоры из Румынии. Я уверена, что в этом сезоне у нас поток туристов будет больше, чем в предыдущем. В прошлом году у нас было около 700 тысяч туристов. Сейчас рабочая группа готовит документы на внесение керманской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В случае успешного исхода цитадели будет обеспечена охрана со стороны всемирной организации. Уже заключен договор с организацией, которая готовит документы для внесения предварительных список крепостей в список ЮНЕСКО. После того, как будет керманская крепость в предварительном списке, следует еще определенный период работы. Он занимает где-то полтора года. Я думаю, что если мы будем придерживаться всех условий, требований, также будет фирма, которая на сегодняшний день занимается разработкой, подготовкой данного проекта, будет соблюдать все условия, которые приписаны на договоре. Я думаю, что в 2019 году, так как у нас запланировано по графику, керманская крепость будет внесена в список ЮНЕСКО. Напомню, в крепости все еще ведутся работы по восстановлению северной подпорной стены крепости. Разрушение уже остановили, однако до конца еще далеко. Чиновники объясняют это недостаточным финансированием. А сроки окончания сохранительных мероприятий постоянно переносятся.